Семикопенко Алексей украден 8 мая 2023 года. Бригита Анатолий украден 22 апреля 2023 года. Полиней Евгений украден 12 января 2023 года. Это телеграм-канал жителей Милитополя, украинского города, оккупированного год назад российскими войсками. Таких объявлений о пропаже родственников, в нем сотни. Самые первые появились еще в апреле 2022 года. The Insider проверил личности десятков людей из объявлений и пообщался с их родственниками. Большинство из них не знают, куда пропали их близкие. Некоторые пропавшие в редких случаях возвращаются и рассказывают, что были схвачены российскими военными. А иногда семьи узнают о своих родных на постановочных роликах якобы о задержании агентов СБУ. Но судьба большинства пропавших пока остается неизвестной. Ну, это было 26 марта 2022 года. К нам домой в Милитополе, по адресу 50 лет, по адресу 36-4. Пришли семь вооруженных человек с автоматами. Увели мужа, забрали документы. Дома нашли еще там ноутбук, планшет ребенка. У детей в игрушках, у маленьких, у внуков были старые телефоны, кнопочные еще, которые не работают. Они эти телефоны тоже забрали. Увели его с документами в неизвестном направлении, на машинах. И до сих пор о нем ничего не знают. Игорь – бывший сотрудник СБУ в отставке. Всю свою жизнь он прожил в Милитополе. В марте прошлого года неизвестные в военной форме в 8 утра ворвались к нему домой, чтобы провести обыск. После мужчину сразу же задержали и увезли в неизвестном направлении. Там было семь человек с автоматами. Вывели его сразу на лестничную клетку между этажами. Двое человек остались рядом с ним, с автоматами. Остальные зашли в дом, посмотрели, кто есть в доме, всех вывели. Потом забрали все телефоны, ноутбуки, планшеты и папу. Они не представлялись. Были в зеленой форме. И приехали они на зеленом УАЗ-патриоте и белый микроавтобус. Семья пыталась найти его, но в полиции только разводили руками. Нет у нас такого, и мы не знаем, где он находится. В городе все знали, что у них есть определенные места, где держат людей, которые там, нарушение комендантского часа, или еще что-то. Ну, знали мы, где держат людей. Я приходила туда узнавать, спрашивать. Они говорят, мы ничего не знаем, у нас такого нет. Через какое-то время в комендатуре сказали, там по поводу машины, примерно на каких машинах его увезли, они сказали, что ФСБ. Игорь неоднократно высказывался против оккупационной власти. Ходил на митинги и высказывался в социальных сетях на тему войны. Как считает дочь пропавшего, на него могли донести знакомые. Высказывался в социальных сетях, везде, судя по всему, да, что он за Украину, что все равно победа будет за нами. Я думаю, что, скорее всего, он не молчал. Пришли вооруженные люди, восемь человек, провели дома обыск, забрали там телефоны все, забрали документы отца и забрали отца, надели ему мешок на голове, вывели, посадили в машину и увезли. Илья рассказывает, что его отца, бывшего главу районного совета Мелитополя Сергея Приму, российские военные похитили 13 марта 2022 года. Несколько человек ворвались к нему домой и провели обыск. Сергея увезли в местное здание военкомата, якобы для допроса, и надели мешок на голову, а после посадили в холодный подвал. Скорее всего, это была военная полиция, потому что изначально в город зашла армия русская, потом она уже пошла дальше, а в город зашли другие подразделения. Как я понимаю, это военная полиция так называемая, там комендатуру они установили. Первые три дня, когда привезли, посадили на стул, связали ноги, руки, мешок на голове. Так он просидел три дня, потом уже перевели его в подвальном помещении, в камеру. Там нет камеры вообще военкомате, ну просто это комната в подвальном помещении. И там он был остальные, там 38 дней. Спустя почти два месяца военные отпустили его за выкуп 8 тысяч гривен, что эквивалентно сейчас 18 с половиной тысяч рублей. Нам до последнего не было известно, где он, пока его уже не отпустили. Мама каждый день ходила в комендатуру, в отдел полиции, в военкомат и в здание районного совета. Там везде сидели русские, их там администрация какая-то. И пыталась, писала заявление, пыталась передать передачи, письма писала, но никаких результатов. По словам местных жителей, в первые дни оккупации российские военные задерживали людей, чтобы те подписывали документ и передавали свои должности. Тогда брали, это же самые первые были пленные. Тогда брали не для показаний, не для признания, а для подписей о передаче должности и полномочий. Вся противоправная деятельность осуществлялась под кураторством действующих сотрудников управления СБУ в Запорожской области Романа Прусса и Виталия Подреза. Задачи Греджеву ставили разнообразные. От поиска информации до создания схронов. Первый сделал еще в 2018-м. Несколько месяцев назад местные СМИ публиковали репортаж о задержании группы агентов СБУ, которые якобы планировали серию терактов в Мелитополе. Молодой человек на видео – местный житель Александр Греджиев. На этом видео его увидела подруга. Они собрали группу людей, то есть как это происходит, забирают одного человека, потом забирают какого-то его знакомого и так дальше по цепочке. Они никак не могли оправдать работу партизанского движения, которое происходит в городе. И когда они не могут оправдать это, они просто берут людей и снимают вот этот свой пропагандистский сюжет. Якобы вот мы словили, то есть у нас что-то происходит не так в городе, вот этот человек, это он виноват. И неважно, это там учитель младших классов или кто-то просто мимо проходил, какой-то дедушка, то есть у них очень много пожилых людей находится в плену. Очень много не совпало фактов, потому что, ну, они, как бы им же главное было сюжет показать о том, что это там наркобароны, они работали с СБУ якобы. С Сашей то же самое, он уезжал на заработки в это время, или в это время он вообще не находился в городе, которое вот они как бы написали. И они просто взяли и удалили это видео. То есть с Ютуба это видео пропало. Александра российские военные задержали в мае прошлого года. До войны он часто уезжал на заработки в Польшу и занимался строительством. В городе оставался до конца из-за пожилых родителей. В этот период началась очень активная фильтрация населения. То есть именно конкретно российские солдаты начали ходить по домам, начали отлавливать людей на улицах. То есть могли молодых парней просто, да, всхватить на улицах, проверить телефон, запаковать и увезти как бы к себе в комендатуру. После этого родственники приходят в комендатуру и всем как одному отвечают один и тот же ответ. У нас такого нету. То есть этого человека мы не видели, мы не знаем, где он. Пишите заявление, я как бы человек пропал без вести. Ранним утром 10 апреля к нему домой ворвались российские военные и провели обыск. К нему пришли домой, просто постучали в дверь, то есть его забрали. После они вернулись в квартиру, как мы понимаем, они забрали у него ключи, вернулись в квартиру, полностью всё перевернули. Украли все ценные вещи, которые есть в доме. Теперь Александр содержится в СИЗО и в отношении него возбуждено уголовное дело. Но такие случаи, когда человека официально содержат в изоляторе и собираются судить, большая редкость. Где находятся остальные пропавшие, предъявлены ли им официальные обвинения и собираются ли их судить, неизвестно. Их конкретно интересует ваша позиция, то есть если вы хотите жить под украинским флагом. Просто вот это, как минимум этот факт, это уже делает то, что вы можете попасть, это уже делает вашу жизнь небезопасной. То есть вот так. Просто элементарно за позицию, если вы не согласны с тем, что тут будет русский флаг и то, что они будут делать то, что они хотят, то есть вы можете попасть в подвал. То есть они берут, там кого-то одного забирают и дальше пошло уже по ветке. То есть мы видим, что пропал один человек, следом пропадают какие-то близкие родственники, потом начинают пропадать друзья этого человека. И вот так вот, то есть все по накатанной. Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider. Присылайте ваши фото.